Знаменитые апрельские тезисы, да, чем они знамениты, какое они имели и имеют значение? Ну, значение этих тезисов и почему они знамениты состоит в том, что в этих тезисах Ленин сразу после возвращения из эмиграции дал партии и пролетариату теоретически обоснованный конкретный план борьбы за переход от революции буржуазно-демократической к революции социалистической. И выдвинул лозунг организации республики Советов как наилучшей политической формы диктатуры пролетариата. То есть, вот в этом именно состоит значение, что после февральской буржуазно-демократической революции многие, в том числе и в РСЗП, и в большевистской партии считали, что теперь настал очень длительный период, когда придется готовиться к социалистической революции, преодолевать то, что произошло в результате буржуазно-демократической и так далее. И вот эти тезисы Владимира Ильича о необходимости немедленного перехода к подготовке социалистической революции оказались для многих неожиданными, и не все сразу его поддержали. Это первое, что хотел бы сказать об этой работе. Ну и что такую работу, если вы начнете искать у Владимира Ильича, как апрельские тезисы, вы ее не найдете. Она называется у него «О задачах пролетариатов данной революции». Почему возникла такая работа? 3 апреля он, как вы знаете, вернулся из эмиграции с группой товарищей, там, вот, эмигрантов. И уже 4 апреля дважды на собраниях выступил вот о задачах пролетариатов в ближайшей революции. И, поскольку это все было неожиданно, и не все это приняли, то он вынужден был написать вот эти тезисы, как он их назвал апрельские, но озаглавил эту работу вот именно так, как я сказал, что о задачах пролетариатов данной революции. Что же представляют эти тезисы? Ну, таких тезисов всего в работе 10, всего 10. И в них-то, вот он как раз и изложил цели и задачи, и что нужно сделать, чтобы как можно быстрее прийти к социалистической революции и установить диктатуру пролетариатов в форме совета. В форме совета. Итак, первый тезис. Он в нем говорит. В нашем отношении к войне, которая со стороны России и при новом правительстве, безусловно, остается грабительской империалистической войной в силу капиталистического характера этого правительства. Недопустимы ни малейшие уступки революционному оборончеству. То есть правительство это капиталистическое призывало к оборончеству, вот и продолжать войну, а Ленин в первом же тезисе говорит, что ни в коем случае нельзя уступать этому оборончеству. На революционную войну, действительно оправдывающее революционное оборончество, сознательный пролетариат может дать свое согласие лишь при условии. И он говорит, при каких условиях может пролетариат поддержать оборончество? Это переход власти в руки пролетариата и примыкающих к нему беднейших частей крестьянства. Только в этом случае. Второе условие. При отказе от всех аннексий на деле, а не на словах. И третье. При полном разрыве на деле со всеми интересами капитала. Вот только при этих условиях пролетариат может дать свое согласие на революционное оборончество. Ввиду несомненной добросовестности, широких слоев революционного оборончества, признающих войну только по необходимости, а не ради завоевания, ввиду обмана их буржуазии, надо особенно обстоятельно, настойчиво, терпеливо разъяснять им их ошибку. Разъяснять неразрывную связь капитала с империалистической войной. Доказывать, что кончить войну истинно демократическим миром нельзя для свершения капитала. Он в этом тезисе говорит о том, что широкая масса людей под буржуазной пропагандой считает, что необходимо признать войну и необходимость оборончества в этой войне. И он призывает терпеливо и настойчиво разъяснять эту ошибку, которую вбили в голову трудящимся буржуазием. И призывает к организации самой широкой пропаганды этого взгляда, не только среди населения, но и в действующей армии. И в действующей армии тоже. Вот суть первого тезиса. Есть ли какая-то необходимость, его сейчас давайте обсудим. Я бы хотел напомнить, дополнить, почему Первая мировая в данном случае считается продолжением империалистической войны захвачиваться. Дело в том, что временное правительство, когда свергло царя уже, новое буржуазное временное правительство, оно заявило о том, что типа так и так, а Дарданеллы-то нам нужны, и мы будем в Турции воевать за Дарданеллы, и мы их будем захватывать все равно. То есть война была объявлена не оборонческая, что мы просто кем-то защищаемся, а то, что мы еще хотим отхватить по раливу Турции кусочек небольшой такой, но очень ценный. Поэтому тут надо вот именно, по-моему, это уточнить, наверное, чисто исторический смысл, потому что да. Просто если мы посмотрим на сегодняшнюю войну в Сирии, да, вот, если это какая война, захватническая или оборотническая? Значит, здесь не так просто определиться, не так просто. Значит, там столкнулись, опять же, интересы различных капиталистических кланов, вот, и поэтому, как сказать, дело в том, кто и что, может быть, какая-то часть патриотически настроенная, в том числе, может, даже и президент Сирии, и действительно оборонческая, но дело в том, что там натравливают, натравливают всякие, на войну, именно как капиталисты, им выгодна эта война. Я прошу прощения, может, мы с понятиями определимся сначала? Просто оборонческая, захватническая, это, ну, слегка разнутые понятия. В случае с той же Сирией, они воют против кого? Против исламского государства. А оно не только на территории Сирии. Следовательно, если они дойдут до своих границ и пойдут дальше, то это уже будет, ну, нечто странное. То есть, с одной стороны, они завоевывают ИГИЛ, но с другой стороны торгаются на территорию другого государства. Ну, дело же не в тороплении, а в захватите. То есть, одно дело, у нас там есть база, да, в Сирии военно-морская, последняя оставшаяся. И это одно дело, если мы ее обороняем просто. А если мы хотим в этой войне еще от Сирии кусок отхватить, там две базы поставить, три, то это уже точно... Там дело не столько в базах, дело в том, что у Сирии, как и у любого другого государства, есть, есть, что взять буржуин. Вот, и есть на чем получить прибыль. Поэтому вот за получение прибыли и за использование ее ресурсов, вот и бьются разные планы. Те кланы, которые воспитали ИГИЛ, там другие кланы и так далее. Российская буржуазия борется за то, чтобы, значит, свои деньги, которые туда вложили в экономику, вот, в том числе и в базы и так далее. Их тоже нужно, как бы, отстоять, защитить и получить на этом прибыль тоже. Так что, и у Турции, у Турции там свои интересы возникли. Интересные вещи, но просто товарищ Ленин сразу же сделал вывод, какая-то война, мы не можем, толку того, что мы его читаем. Я понимаю, я просто про понятие, что в данный термин, в данное понятие вкладывается. Захватическое. Захватическое состоит, как вот здесь, в этом тезисе первым говорит Владимир Ильич, но он, правда, не ошифровывает. Она состоит в том, что империализм защищает свои интересы, и на базе этой войны он получит максимум прибыли, максимум прибыли за счет, не только за счет ведения войны и поставок вооружений, но и за счет захвата новых территорий, новых колоний, новых рынков сбыта и так далее. Вот в чем состоял, состоит империалистический характер вот этой войны первой мировой. Передел, это был раздел и передел колоний рынков сбыта. Вот основа чего была, в чем она состояла. Естественно, чтобы прекратить войну, необходимо было отказаться от этих целей, которые были поставлены в развязывание этой войны. Я думаю, у нас есть повод повторить империализм, как вы сейчас там. Там это будет разжегано более детально. Есть там такое, да. Я именно про сами понятия, чтобы мы не покидались в слове «захватническая война», «товоронческая война». Просто потому что с этой точки зрения сложно понять. Допустим, странная война во Франции – это какая война? Что значит война во Франции? Странная война во Франции – это война между Францией и Гитлером в 1940-ом году. И там… 1 сентября – 29 сентября. А, да, да, окей, окей. Ну вот, и какая война? Там тоже двери империалистические от державы схлестнулись. Поэтому я считаю, что здесь просто нужно определиться… Там два блока империалистических соотношений. Я знаю. Там тоже как и в Первой мировой, так и во Второй. Два блока, да. Тоже был передел рынков сбыта и передел колоний. Основная цель была. И кроме того, во Второй мировой войне стояла цель задавить социалистическое государство, которое мешало достигать вот этих целей. Я считаю про странную войну. Не про Вторую мировую. А странную. Странную. Я это задаю не чтобы задавить, чтобы просто разграничить данные понятия. Я просто как сын двух философов понимаю, что это прямо безумно важно. Потому что в случае с Первой мировой там-то все понятно. В случае с Великой Отечественной тоже все понятно. Но вот допустим с другими вооруженными конфликтами, там все не настолько явно. Значит, по поводу войн в марксизме наиболее правильное деление, терминология, это деление войн на справедливые и несправедливые войны. Здесь же Владимир Ильич говорит об оборончестве, потому что именно вот тот конкретно исторический отрывок, вопрос об обороне Отечества, который, значит, навязывался населению, он сам по себе возник. И он сейчас, может быть, он не так актуален. Но тогда он был актуален, почему Ленин к нему, почему этот термин применял. А для марксизма, мне кажется, важно вот справедливые и несправедливые войны. И в этом вопросе, конечно, есть, мы можем тоже, целый ряд работ у Владимира Ильича есть по этому поводу. А справедливых и несправедливых войн. Вот она будет вернуться к империализму, к какой-то Сталик. И не только, да. Там можно другие работы рассмотреть. Нет, тут, наверное, просто-таки стоял вопрос, просто, что такое захвата, что такое охранительство, то есть. Сохранительство, это когда мы отставим свои предиции, свои интересы, а доклады, потому что, соответственно, мы докладываем новую территорию. Какой у нас в Сирии, да, частная военная компания. Оборонничество, скорее, имеется в виду то, что часть земли, это Российская бывшая империя, уже на тот момент, где мания хватила и дошла уже, там, чуть ли не до Ленинграда. Поэтому все им говорили, типа, давайте воевать дальше, потому что так и так у нас денег хватило. А тем временем в газетах прошел как раз статья о том, что мы, оказывается, воюем там не только за возвращение своих территорий, мы еще хотим проливу Турции кусить немножко. Значит, здесь сильно поверхностный взгляд на эту проблему Первой мировой войны и выхода из нее. Значит, выход, Ленин же говорит, что выход только в случае, если власть перейдет в руки пролетариата, и когда, если, значит, буржуазия будет продолжать воевать против пролетариата, вот только тогда война может быть справедливой, понимаешь? Вот о чем можно вести речь. А когда империалисты делят между собой рынки сбыта и территории, значит, колониальной территории, тут ни о какой справедливой войне не может идти речи. И поэтому нужно отказываться от продолжения войны и заключать необходимый мир без аннексии и контрибуции, как тогда стоял вопрос. Бросать эту войну, отказываться от нее немедленно. В заключении, просто марксизм наука, если марксизм наука, то он подчиняется научным принципам. Конечно, да. Если мы в науке вводим определенные понятия, то мы должны дать им определение. Они уже даны все эти определения, просто мы сейчас не это рассматриваем. Мы, конечно, можем бросить это и рассматривать все определения, которые даны. Но что это даст нам? Тут имеется в виду, что странная война, она вообще-то не война. Война это когда идут боевые действия между странами вооруженные, а тут войны-то не было. Там были военные действия. Ну там постреляли пару раз случайно, у нас на границе с Китаем, по-моему, сейчас стреляли. Александр, почему она не странная война? Она была до тех пор, пока не начали боевые действия против Франции и Германии. В сороковом году уже. Они, конечно, ждали, что Германия пойдет, как было договорено между ними, как они ее науськивали, пойдет после захвата Польши, пойдет воевать против Советского Союза. Поэтому они выжидали этого момента. И не вели боевых действий. С Францией война в сороковом началась? Конечно, да. Они выжидали, не хотели они воевать, французы, потому что надеялись, что Гитлер, по их научению, все-таки пойдет дальше на восток, после Польши. Вот и все. И больше тут никакой науки больше нет. Ну ладно, Никто, давайте продолжим. Так, ну что, тезисы продолжаем? А то мы куда-то ушли в сторону. Дальше больше. Второй тезис, который, значит, Ленин набросал после своих выступлений, вот для того, чтобы довести до сведения большой массы, и эти тезисы, хочу немножко вернуться назад, эти тезисы уже, если он с форта выступал, то он эти тезисы накидал после выступлений, и 7 апреля, через 3 дня, эти тезисы были опубликованы в газете «Правда», уже были опубликованы, вот под этим названием, которое я вам огласил о задачах пролетариата в данной революции. Второй тезис. Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от первого этапа революции, давшего власть в Буржезии, в силу недостаточной сознательности и организованности пролетариата, ко второму ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и виднейших слоев христианства. То есть он сразу говорит о том, что необходимо решить вопрос о переходе ко второму этапу к социалистической революции. Этот переход, по мнению Ленина, характеризуется, с одной стороны, максимум легальности, с другой стороны, отсутствием насилия над массами и, наконец, доверчиво бессознательным отношениям их к правительству капиталистов, худших врагов мира и социализма. То есть, видите, особенность, что можно работать легально сейчас партиям пролетариата. Отсутствие насилия, то есть то, что осуществляло царское правительство, и доверчиво бессознательное отношение к правительству капиталистов. То есть, как бы народ почувствовал, что вроде появилась свобода и можно каким-то образом доверять этому правительству. Вот такой анализ им дан краткий положение в стране. И далее он говорит, что это своеобразие требует от нас умения приспособиться к особым условиям партийной работы среди неслыханно широких, только что проснувшихся к политической жизни масс-пролетариата. То есть, революция февральская подняла сознание, что революционная была пролетариата, поэтому необходимо сейчас переходить вот в этих условиях, в условиях легальности и отсутствия насилия, к широкой работе по воспитанию сознания у рабочего класса. Вот в этом заключается второй тезис. Он дает своеобразие, что на этой базе нужно переходить ко второму этапу, на активности населения. Что по этому поводу? Приборка кадров, получается. Не кадров, а масс. Масс подготовка, да. Я бы хотел уточнить, наверное, знаете, что не просто крестьянцы, а власти дать в руки. А беднейшим слоем. Беднейшим, да. Это будет потом раскрытое в шестом тезисе. Не все крестьян, а только беднейших. Беднейших слоев, да. Как союзников пролетариата. Как союзников. То есть, на втором тезисе особо не останавливаемся, да? Третий тезис заключается в том, что Владимир Ильич заявляет, никакой поддержки временному правительству. Разъяснение полной лживости всех его обещаний, особенно относительно отказа от аннексий. Разоблачение, вместо недопустимого, сеющего иллюзии, требования, чтобы это правительство, правительство капиталистов, перестало быть империалистическим. То есть, суть этого тезиса состоит в том, что массы поверили обещаниям временного правительства, что оно вроде как отказывается от аннексий, что вот только мы сейчас будем заниматься обороной своей страны, и все, и так далее. И, значит, он требует, чтобы не верили этому правительству, потому что правительство буржуазное, оно будет продолжать защищать интересы буржуазии, то есть, опять, а интересы состоят в том, чтобы продолжать добиваться новых рынков, новых территорий и так далее. Вот суть третьего тезиса, что никакой поддержки временного правительства и разъяснение его лживости. Здесь, что по этому тезису? Вот опять же, ссылка к первому, то скорее разъясняется, что почему, вот как раз здесь прямо написано, что правительство не отказалось от аннексии, то есть войну, она ведет продолжать захватническую. И что оно не сможет перестать быть империалистическим, поскольку возглавляет его составе правительства и защищает оно интересы крупной буржуазии российской. Именно в этом. Дальше, следующий тезис, четвертый. Признание факта, что в большинстве советов рабочих депутатов наша партия в меньшинстве. И пока в слабом меньшинстве, перед блоком всех мелкобуржуазных, оппортунистических, поддавшихся влиянию буржуазии и проводящих ее влияние на пролетариат, элементов от народных социалистов, социалистов-революционеров до объединенного комитета Чвейдзе, Церетели, Стеклова и прочих. Разъяснение массам, что совет рабочих депутатов есть единственно возможная форма революционного правительства. И что поэтому нашей задачей, пока это правительство поддается влиянию буржуазии, может явиться лишь терпеливая, систематическая, настойчивая, приспосабливающаяся особенно к практическим потребностям масс разъяснение ошибок их тактики. Пока мы в меньшинстве, мы ведем работу критики и выяснения ошибок, проповедуя в то же время необходимость перехода всей государственной власти к советам рабочих депутатов, чтобы массы опытом избавились от своих ошибок. Вот. Значит, здесь, как в этом тезисе, Ленин настаивает, что поскольку верить временному правительству нельзя, что оно лживо и защищает интересы буржуазии, то власть должна перейти к советам рабочих депутатов. Но при этом нужно помнить, что на момент апреля большинство в этих советах составляли меньшевики, эсеры и народные социалисты и так далее. То есть, представители мелкобуржуазных партий, представители мелкобуржуазии, которые не способны были, конечно, выдвинуть лозунг диктатуры пролетариата. И заниматься, он считает, нужно разъяснением всего этого и переходить к тому, чтобы большинство в советах стало именно пролетарским. Вот суть этого пятого тезиса его. Об этом тоже не все, на этом тоже не все, как бы, правильно на этом лозунге, этот лозунг не все правильно поняли у Владимира Ильича, потому что к тому моменту считалось, что у этого совета, которым большинство было меньшевиков, они, что совет, как бы, мог влиять на правительство, временное, на временное правительство и, как бы, требовать от него, учитывать интересы пролетариата. А здесь, здесь ставит Владимир Ильич, лозунг о том, что необходимо добиваться перехода власти к советам. Никакое временное правительство интересы пролетариата не сможет учитывать и притворять жизнь. Вот суть этого лозунга, поэтому, как бы, этого тезиса. Поэтому давайте, что... Так они же сами своими действиями послужили о том, что они не спешат проводить революцию, потому что их так называют оппортинисты, что они считают, что еще и пришло время... Да, 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 в этом-то и была суть, что советы считали и целый ряд постановлений, что еще не пришло время переходить к социалистической революции, что надо продолжать взаимодействовать с правительством временным и требовать от него, как бы, добиваться, чтобы оно учитывало интересы рабочего класса. Не просто добиваться, они это фактически добились. Это было в апреле, да, уже в октябре они ко второму съезду провели советов, им отдали власть. И уже к тому моменту большинство набрали в советах. К октябрю уже, тогда большинство большевиков в советах было уже, Опять же, после апреля одно время даже лозунг «вся власть советом» был снят, а потом к октябрю опять его в большевике взяли на вооружение, когда завоевали большинство в советах. Но это как бы не на момент издания лозунга, это уже более поздняя история. Нет, тут если Леонид пишет, что надо власть передать советам, они потом и передали, они себе взяли, передали советам об очереди депутатов. Так, что, останавливаемся на этом, да, на обсуждении четвертого. Давайте, наверное, следующих вопросов нет. Пятый тезис. Пятый тезис. Не парламентарная республика, возвращение к ней от советов рабочих депутатов было бы шагом назад, а республика советов рабочих, батратских и крестьянских депутатов по всей стране снизу доверху. Устранение полиции, армии, чиновничества. Плата всем чиновникам при выборности и сменяемости всех их в любое время не выше средней платы хорошего рабочего. Вот такой пятый тезис, что никаких уступок на парламентскую республику, а именно республика советов рабочих депутатов. И устранение органов власти, буржуазных, тех, которые были установлены после фюральской революции, и выборность и сменяемость всех чиновников в любое время и с платой не выше, как он здесь хорошего рабочего пишет, но в других документах указывают высококвалифицированных рабочих, что чиновник не имеет права получать больше, чем высококвалифицированный рабочий. И это мысль на протяжении очень многих лет поддерживала. партийный максимум. Нет, это немножко другая история. Партийный максимум. Речь идет о чиновничестве. В общем-то, может быть, партийных функционеров тоже можно отнести к чиновникам, может быть, в какой-то степени. Поэтому, может быть, сюда можно и это включить. Не знаю, насколько это будет грамотно, насколько это будет грамотно. Но там речь была немножко в других моментах апарт-максиум. Я думаю, тут ее раз стоит развернуть, потому что он сначала пишет про устранение полиции, армии и чиновничества. И тут же пишет, что после устранения этого чиновничества плати чиновникам на уровне хороших рабочих. Я думаю, это надо развернуть. Значит, дело в том, что те институты, власти, которые существовали при буржуазии, они негодны. Вы помните, что всегда в программе было, и даже в предыдущей программе которое предшествовало событиям апрельских, апрельским событиям 17-го года, говорилось о том, что те институты, которые существуют, буржуазные, их необходимо ликвидировать и создать свои пролетарские институты рабочие, которые бы соответствовали коренным интересам рабочего класса. Поэтому он и говорит, что эти надо старые институты ликвидировать. Он просто здесь, видишь, это же тезис, он просто как бы напоминает, а потом надо будет в дальнейшем он планирует, что надо будет развернуть эти понятия, что значит устранение старых органов, старых институтов власти. Так я понимаю это дело. Я бы скорее сослался на то, что устранение именно полиции, имеющейся и замена ее органами рабочих советов. Милиция вместо полиции, вместо армии Красная Вадия. Вы читаете, ну я просто здесь прямо с носка к полиции, армии, речневничества и тут пояснение всего-все вооружения народа, да. Такого государства, прообраза, по которому стала Парижская коммуна. А это дальше он говорит об этом. А он об этом говорит дальше. К этому по полутику. Ну ладно, это не так уж важно. Да. Так, следующий жестой тезис. в аграрной программе перенесения центра тяжести на совет батратских депутатов. И кроме, значит, этого тезиса о совете батратских депутатов, он здесь говорит, что необходимо конфискация всех помещичьих земель, национализация всех земель в стране, распоряжение землей местными советами батратских и крестьянских депутатов, выделение советов депутатов из беднейших христиан, создание из каждого крупного имения образцового хозяйства под контролем батратских депутатов и на общественный счет. То есть, суть, как бы, он раскрывает, что нужно сделать в ходе социалистической эволюции в аграрном вопросе. То есть, власть переходит к советам батратских христианских депутатов, конфискуются все помещичьи земли, все земли национализируются и распоряжаются ими советы батратских христианских депутатов. А те предприятия, как он здесь и говорит, те крупные имения, которые, как бы, приносили доходы или даже не доход, а, как бы, создавали необходимый продукт для населения, их нужно преобразовать в образцовое хозяйство под контролем батратских депутатов на общественный счет. То есть, как бы, он еще не мог сказать, что это будет, но в дальнейшем мы помним, что они преобразовывали совхозы, помните, советские хозяйства, те крупные помещичьи предприятия, которые способны были производить необходимый продукт сельскохозяйственный. Рост это, я потом не выливал, встречаем, в декрепной земле. Почему? Вылилось, конечно. Вылилось, но это значительно позже. Вылилось, это уже в конце этого года, 17-го. Тут, наверное, скорее, смысл, вопрос это в чем, что все же говорят, что у большевиков не было никакой аграрной программы, что они ее сц. сперли. Хотя, в апреле уже все было. Такие высказывания были, да, но тем не менее, значит, была такая программа, может быть, она не очень сильно развернута и на ней не делался упор, потому что стоял вопрос, прежде всего, решить нужно было вопрос о диктатуре пролетариата, а потом уже решать и последующие задачи. поэтому... Если они на программу целый пункт выйдут, то на деревне главное это бедные христиане и батраки, то есть те, кто именно пролетает, а не те, кто буржезит. Да, распоряжаться будут землю. Тут даже вопрос на таксах не того, кто ее выполнил, а кто ее выполнил. Эти же тоже могли выполнить временное правительство землю раздать, но они же отложили этот вопрос отложили, да. Съезда учредительного. То есть, они тоже решили этот вопрос. Тут не то, что решили. Временное правительство не собиралось решать вопрос о конфискации земель и о национализации. Ну, а так оно выглядит, что они же хотели решить, как это выглядит со стороны. Вот не успели. Потому что программа-то была и тут даже сколько десятил эти крупные хозяйства занимают, прописано. Сам тезис, состоящий в том, что большевики стыли программу-программу у социалистов, революционеров, он странный, просто потому, что они на первых этапах совпадали. То есть, не, просто, собственно, отрицать, а одиночек проявил себя. И у социалистов-революционеров тоже было, что-то там, что-то переездел и тому подобное. Поэтому это не стылили, а просто совпали программу. Ну, от первых книг. Ну, верно, правильно. Практически правильно. Но они же первое время с левыми царами вместе. В это время стоял вопрос о конфискации всех частных собственников, фамилищиков, царских земель, церковных и так далее. Все нужно было это конфисковать тем, кто работает, христианством. Вот в этом стояла суть. А в том, разница там какая-то и что, кто у кого там, ну, я не знаю, это не так уж важно. Можно согласиться вот с товарищем, да, что по этому поводу. Ну, что еще по ограду? Все. Так, следующий, седьмой пункт, тезис, вернее, слияние немедленное всех банков страны в один общенациональный банк и введение контроля над ним со стороны Советов Рабочих Депутатов. Ну, эта мысль, конечно, она понятна, что, потому что банки, они не подчинялись никому, они творили, что хотели, а для того, чтобы они работали в интересах трудящихся, в интересах проэториадов, необходимо было создать один банк и установить над ним контроль со стороны Совета. Тут тезис очень простой и понятный, мне кажется. Дальше. Если мы будем проходить грозящую катастрофу, там целая голова развернута. Ленин говорит, да, очень развернута об этом говорит, потому что там уже, позже эту работу писал, значительно, уже не в апреле, а где-то в июле, по-моему. А нет, позже даже, в сентябре, по-моему. В сентябре. Да. Так, следующий, восьмой пункт. На введение, а не введение социализма, как наша непосредственная задача, а переход в тот час лишь контролю со стороны Советов рабочих депутатов за общественным производством и распределением продуктов. То есть, в этом тезисе Владимир Ильич говорит, что нельзя, значит, немедленно вводить социализм, то есть, немедленно национализировать все промышленные предприятия, которые действуют, а необходимо установить над ними контроль. и потом в дальнейшем история показала, что он был прав, что не сразу всем национализация произошла промышленности, а сначала устанавливался контроль уже после ноября 17-го года, а там, где, значит, гуржуазия начинала сопротивляться и мешать контролю со стороны рабочих, те предприятия приходилось постепенно национализировать и, в общем-то, основное количество предприятий крупных перешло, было национализировано не сразу, не вдруг, а в течение примерно полутора-двух лет продолжалось это по мере того, как развивались события на предприятиях. Не сразу произошла национализация даже крупных предприятий. А в чем разница между передать контроль? А, в смысле, контроль, да? контроль и национализировать, ведь национализация это предприятие часто и общественные собственники, а взять под контроль это смысл как? А взять под контроль само производство и распределение, то есть разница, то есть руководство остается, и собственник остается, но он должен действовать под контролем Советов рабочих депутатов, то есть в интересах государства именно пролетарского, то есть производить те продукты, которые необходимы и распределять их так, как необходимое государство. Вот это буржуй был, но его контролировали Совет. Да, 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 в этом смысле этого тезиса. То есть он не настаивает на немедленном введении социализма, как он здесь говорит, и не может развивать немедленную национализацию. Сам буржит он тоже человеком он может мышление сопровождение на пролетарском. Может стать просто директором и может стать просто директором. Но история показала, что много таких было, но были видимо такие. Так, партийные задачи, девятый тезис, или ты еще что-то хотел сказать? Девятый тезис он заключается в том, что партийные задачи. Он ставит такие задачи перед партией в связи с событиями, то есть с тем, что ситуация, которая сложилась к началу апреля. Первое, немедленный съезд партии он ставит задачу. Второе, перемена программы партии и говорит, что это главное. в перемене этой программы партии. Там нужно изменить понятие об империализме и империалистической войне в программе партии, об отношении к государству и наших требований государства коммуны. То есть вот здесь он говорит, что государство должно стать прообразом парижской коммуны. исправление отсталой программы минимум и перемена названия партии. Вот такие задачи перед партией он ставит в этих кратких тезисах. То есть необходимо произвести съезд и внести изменения в программу с теми событиями, которые произошли в стране. То есть с тем, что произошла демократическая революция и ситуация в стране изменилась. вот в связи с этим он просит изменить и название партии. Потому что основная причина в том, что социал-демократия не только у нас в стране в лице меньшиняков, но и за рубежом в общем-то социал-демократическое название опошнило. То есть она как бы предала интересы пролетариата и поэтому необходимо переменить название социал-демократической партии на коммунистическую. Несодействие на работу опять же посвящено этому вопросу. Ну дальше конечно в своих работах он раскрывает. Вот собственно что по девятому тезису. Что хотели сказать кто по поводу этого девятого тезиса. как только революция прошла так сразу уже партию надо было привести в соответствие с положением которое сложилось в стране и собственно в партии. То есть Ленин только добрался до Ленинграда и начал этим заниматься. Подформу содержания просто остальных. Может быть и так но я что-то не согласен. так ну и последний десятый пункт это обновление интернационала. Здесь что почему обновление он говорит что инициатива создания революционного интернационала интернационала против социал-шовинистов и против центра. То есть тот второй интернационал который существовал он в результате первой мировой войны ну как бы предал интересы коренные интересы пролетариата он в те партии в интернационале которые большинство партий которые существовали в интернационале они перешли на шовинистические позиции то есть на поддержку своих правительств в результате то есть и на поддержку империалистической войны и конечно нужно было создавать новый интернационал который бы отвечал коренным интересам рабочего класса. Ну и вы знаете, что история показала, что буквально через два года такой интернационал был создан. Ну и далее, опубликовав свои 10 тезисов, он в этой же статье некоторое внимание уделяет тому, что после его выступлений, после двух выступлений четвертого числа, на него стали нападать в основном меньшевики и кое-кто еще, в том числе даже из большевиков, что он неправильно понимает ситуацию, что вроде преждевременно ставить задачу социалистической революции, ставить те требования, которые он изложил в своих 10 тезисах, и нужно вроде как перейти к постепенному решению проблем, и вот он здесь, далее в этой работе полемизирует с теми, кто на него нападал, кто на него нападал, значит, после его выступлений на собраниях, на двух собраниях. Ну и я думаю, что на этом останавливаться мы не будем, просто нет смысла. Сейчас не актуально то, в чем его пытались обвинить меньшевики, и что слишком революционным его считали, и его выступление, и что это все то, что он предлагает довольно преждевременно. Вот смысл того, что он разъясняет, что необходимо все-таки отказаться от тех критических замечаний, на которые, особенно, значит, Плеханов и его газета, как он это тут называет, газета, фу, материалы. Не важно. Единство, единство. Есть очень хороший художественный образ, кинолента, трилогия про Максима. И там как раз все споры с меньшевиками на заводах. Максим, как представитель большевиков, он прекрасно это показывает. Как раз идет спор о том, что меньшевики ему учат что-то. Да ты хочешь гражданской войны, да мы не готовы. Один в один то же самое, только в художественном понятном образе. Всем рекомендую.